В общем, замочил я себе штаны, и я пошлась без этого, да. Невероятные закаты, североевропейский колорит, поиски янтаря, холодное море и широкие пляжи. И всё это курортная столица Литвы. Я в Паланге. В рестудию всё хорошо. В общем, приехали в Палангу, тут дождь, погода не очень, да. Обещали солнце, 28 сегодня обещали, ну да. 18, перед 19 дождь. Первым делом, отложив все заботы, я отправился к морю. Мы дошли до моря, тут, кстати, тепло. Ну да, как я уже сказал, в этот день погода была не очень. Большие волны, кстати. Может, на сёк сейчас. В общем, делаем отважную попытку зайти в море. А? Ой, вообще есть тёплая вода. Вода, кстати, такая из-за волн, она зелёная. Хоть море и холодное, но всё как надо. Ходят чайки, купаются люди, взрослые, дети. Кто-то жгёт невесту в кустах, никогда не думал, что от невесты будет такой дым. В общем, как обычно, зарядил дождь, как обычно зарядил дождь, да. Хе, еле дошли до магазина, назатарились. Сейчас вот идём в номер. Будем готовить, будем есть. Мне нравится, как в незнакомом городе обычно нужно куда-то прийти, но ты не знаешь город, и ты блутаешь по всяким улочкам, наматываешь 10 километров. Хотя, это место может находиться там, не знаю, 300 метров, да, от тебя, ну, грубо. Как сейчас магазин, мы обошли кучу, кучу райанов. Километров 12, наверное, находили, а на самом деле этот магазин находится близко от нас. После небольшой прогулки я вернулся в свои апартаменты. Сегодня, в общем, второй день, мы выбрались в парк. Так, сейчас вот идём в музей янтаря, посмотрим, что там будет интересного. Может, там можно будет поснимать. Музей размещается во дворце Тушкевичей, построенном в 1897 году. В экспозиции представлено около 4,5 тысяч камней янтаря. Очень интересно, отсюда играет оркестр. Живая музыка, типа. Мне удалось снять кое-что интересное для вас. Десятки, сотни, тысячи мёртвых насекомых, на века запечатанных в каплях смолы, покоятся в здании этого музея. Интересно, что здесь творится ночью? На самом деле, обычные кусочки янтаря с обычными насекомыми внутри. Посмотреть интересно. И первый раз действительно впечатляет. И ничего страшного в этом нет. Правда, один такой камушек размером с ноготь обойдется вам минимум 150-200 евро. Кто боится муравьев, не советую сюда приезжать, потому что вдоль пляжей их очень много, и они какие-то цепкие, не такие, как у нас. В какой-то парк зашли. Ну, это ботанический сад. Зашли в парк, тут очень красиво. И тут стояла какая-то табличка, динозавры. Я не знаю, может, мы сейчас наткнемся на какого-нибудь тиранозавра. Я думаю, вряд ли. Тут какая-то экспозиция, наверняка платная. Вон и динозавр, за которым мы охватились. Явно экспозиция платная, но мы можем и так все поснимать. Вообще, мы такие гуляем и набрели на выставку, не знаю, в байке и американский автопром. Там сцена, тут много машин, байков, какие-то соревнования. Вообще, интересно. Соревнования по срыванию платка на байке. Спорт-кары, ретро-автомобили. Такое ощущение, что вся Литва съехалась на выставку американского автопрома. И главное, ради чего сюда хочется приехать снова, это балтийские дюны. С невероятным запахом соснового леса. С уникальными дорожками, ведущими к морю. Ты поднимаешься в гору, потом опускаешься вниз, потом снова поднимаешься. И слышишь, что за следующей дюной шумят волны. И ты идешь на этот звук? Идешь? И вдруг вдалеке видишь море. Балтийское море. Такое манящее и неповторимое. Такое необычное. Оно заставляет думать, двигаться, наслаждаться красотой природы. Все замирает. Все становится неважно. Ты ощущаешь единение с природой. Просто хочешь смотреть. Когда наступает вечер, весь город собирается на главном пирсе, чтобы проводить солнце. Такого заката я в своей жизни еще не видел. это непередаваемое ощущение, когда вся Паланга собирается вместе смотреть на то, как заходит солнце. Ради такого стоит здесь побывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова